Расскажите, пожалуйста, как начался ваш творческий путь? В 18 лет я поступил в музыкальную школу имени Рахманинова в городе Шахта Ростовской области. И благодаря терпению своего преподавателя закончил эту школу по классу аккордеонной гитары с красным дипломом. Потом я сочинял музыку для музыкантов. Первый альбом, который я записал, там назывался «Проба за болтой тишины», такой поп-рок. Было несколько коллективов, таких творческих, сначала в родном городе Шахты. Я писал песни, а мы их вместе играли. Был живой ансамбль такой, выступали на разных площадках. Уже я организовывал областные фестивали памяти Виктора Цоя. Я устраивал в Ростове-на-Дону на главной площадке города, на самой большой, это Дом офицеров. Я устраивал там ежегодно концерт, посвященный Международному дню слепых. Приглашал туда школьников, студентов, людей с ограниченными возможностями. Когда поняли, что ваши творческие горизонты расширяются, границы, вы уже переехали в Москву. И здесь больше ваших единомышленников и больше площадок для реализации. Ну, единомышленников не так много. Вот Ольга Сергеевна Румянцева, которая возглавляет общественную организацию развития поколений, она покрестила мою дочь, и она меня пригласила на крупное мероприятие, такое, Ассамблеи народов Евразии. Мы с ней нашли такой общий язык, и она поверила в какие-то мои, может быть, силы, увидела что-то. Она меня поддержала очень сильно, и организовала вот эту мою первую поездку на Ямал в марте прошлого года. Мы сначала пытались по каким-то путям, значит, таким культурным, писали какие-то письма. Все это не сработало, и мы тогда поехали сами. Сначала в Салихард, потом в Лабытнанге, потом в Ноябрьск, потом в Новый Уренгой. До Надыма не доехали, но уже потом, когда эти все концерты состоялись, уже по линии губернатора меня пригласили суты Ларсен в Надым, в этот проект «Гости Ямала». Как вас встретил север? Я так понимаю, в марте как раз самый такой мороз. Как вы по-своему увидели север? Я мечтал всегда, очень много слышал о севере, рассказов. Многие мои знакомые ездили работать на вахты, многие жили даже, мои знакомые, на севере, и много об этом рассказывали. Я всегда мечтал побывать в Салихарде, где-то за Полярным кругом и так далее. Потом я меломан, и я еще, будучи подростком, слушал песни малочисленных коренных народов разных, да, с севера. И мне было это тоже очень интересно по-своему. И сегодня я с ними поддерживаю отношения. Когда я прилетел первый раз в Салихард, я почувствовал не только вот этот морозный воздух, я почувствовал, что в сердце что-то входит такое сакральное, что невозможно объяснить. Знаете, как вот, если сравнить, например, сегодня с современными технологиями, каждое видео, скажем, каждая песня, она имеет такой цифровой оттиск, да. То же самое вот в моем сердце. Каждый город, как отпечатки пальцев у человека, оставляет свой определенный след. И мне задавали вопрос, а смог бы ты отличить, в каком городе ты находишься, в Салихарде, допустим, или в Новом Уренгоре, или в Ноябрьске. Скорее всего, смог бы, может быть. Я вот в Салихард буквально влюбился. Это первый город, в который я прилетел из Москвы. Первая встреча с севером произошла в Салихарде, тем более, что он еще частично за полярным кругом, да. Вот. И вот эти вот там сохранились местами исторические дома. Первая встреча с Салихардом я не забуду никогда, потому что уже потом я все города немножечко сравнивал с Салихардом. Мне нравится тем, что он такой тихий город, да, во-первых. Люди, которые там живут, они живут такой неспешной жизнью. Там, мне кажется, какая-то сосредоточена энергетика такая, вот, мудрость земли всей. Вот всего Ямала, мне кажется, сосредоточено там больше, чем в других местах. Хотя, бывая так же и в Ноябрьске, вот, в духовно-нравственном центре, допустим, Новый Уренгой, много где я побывал, везде мне нравится. Но Салихард, как первый город, который попал, вот, он мне запал в душ. Я очень люблю Ямал в целом. Но песню вы написали все-таки про Новый Уренгой. Потому что, во-первых, я говорю, что я там пробыл больше всего времени провел, мероприятие провел больше всего, когда мы прилетели с Ольгой Сергеевной в Новый Уренгой. Нас, как и в принципе и в Ноябрьске, я не могу сказать, что там было плохо, но там просто было быстрее у нас такое совещание было в интеллектуальном центре. Вот, нас очень гостеприимно встретила Нарина Ромаисовна, руководитель этой библиотеки. И приехали туда же представители культуры, молодежной политики и так далее. И мы быстренько сделали расписание, где я буду выступать. Я выступал и в такой организации, как Ямал Патриот, и в православной гимназии, в обществе инвалидов. И есть такое место, там, значит, при церкви Серафима Саровского, там бездомные люди есть, такие немножечко где-то потерявшие себя, выпивающие и так далее. И я тоже с ними пообщался. И вот после того, как я пообщался, говорят, что пару человек бросило пить. Стали на путь истинный. Стали на путь истинный, да. Я выступал также в свое время когда-то в исправительных учреждениях. И тоже были такие случаи, когда я еду в такси в городе уже спустя какое-то время. Человек мне говорит, вы меня не помните, но когда вы выступали у нас в исправительном учреждении, я так для себя сделал вывод, что если человек незрячий может жить, и нормальной жизнью полной, да, то мне стыдно жить так, как я живу. Вот он вышел на свободу, освободился и стал работать в такси, завел семью и прекратил вот это свое криминальное прошлое, оставил прошлое. Вы считаете, что ваша деятельность помогает людям не только становиться на путь истинный, но и вообще как-то переосмыслить, наверное, какие-то материальные, вообще ценности жизни? И вы чувствуете какую-то, не знаю, свою такую важную миссию в этом деле? Ну, я не могу сказать, что она такая важная. Она просто мне, я бы сказал, что это, если с точки зрения религии, это как мой крест такой, да. Я вот после своих поездок по Ямалу встретился здесь, в Москве, с владыкой, архиепископом Салихарским и Новоурюгойским Николаем Чашиным, и мы с ним беседовали, и он мне сказал, то, что ты сделал на Ямале, и в Тюменской области я был, от Ямала там тоже были мероприятия. То, что ты сделал, это все хорошо, но сейчас ты нужен больше всего, чтобы помочь ребятам, которые возвращаются с СВО с проблемами здоровья. Потому что, когда с ними разговаривают священники, это одно, а когда они увидят твой пример, послушают тебя, где-то песни мотивирующие, где-то общение с тобой, это очень полезно. И он меня как бы благословил на такую деятельность. Сейчас я к этой деятельности стремлюсь и считаю, что это первоочередная задача, музыкальное сопровождение и все остальное, это уже, чтобы как раз помочь. Я специально прошел переквалификацию, во-первых, такую, стал педагогом-психологом, чтобы более понять, во-первых, чтобы допуск был к школьникам, к детям, потому что я часто выступаю перед разной аудиторией. И больше осознать, может быть, какие-то свои внутренние проблемы, с которыми я борюсь и боролся, и борюсь каждый день. И я хочу всем жителям Ямала пожелать, чтобы они ценили каждый свой город. Каждый город по-своему уникален. Вы живете на небе России. Объясню, почему. Когда вот в Новом Уренгу меня спрашивают, как там на земле, какие там на земле происходят вещи, я не понял, почему, потому что, оказывается, там же были болота, все это засыпалось и так далее. Мне уже объяснили. И я тогда понял, что Ямал – это небо России. И вот мне хочется, чтобы это небо России было всегда процветающим, чтобы и малочисленные коренные народы, и все, кто там работает и живет, чтобы они жили в радости, в любви. И всем хочу пожелать здоровья и семейного счастья. С любовью ко всем, ваш слепой певец Виктор Тартанов. Субтитры создавал DimaTorzok